Здравствуйте друзья. В этом выпуске моего блога я вновь затрону тему управления освещением в умном доме, как одну из самых популярных и востребованных. Речь пойдет о использовании датчиков движения для автоматизации включения и выключения светильников. Хотя некоторые приемы вы уже могли видеть в моих прошлых уроках, короткий формат блога на мой взгляд будет более практичен и удобен для прикладного использования. С логической точки зрения датчик движения представляет собой бинарный сенсор, который может иметь два варианта состояния включено или выключено, что интерпретируется как есть движение и нет движения. Интервал обнаружения это то время, которое должно пройти от момента последнего движения до перехода датчика в состоянии выключено. У большинства устройств этот интервал установлен на уровне заводских настройок и составляет 1-2 минуты. У более продвинутых моделей, как та что я использую для этого видео Акара Т1, имеет возможность его гибкой настройки, это намного удобней. Но бинарный принцип работы подразумевающий только два варианта событий включено или выключено остается. Рассмотрим классический вариант автоматизации, управлением освещением по движению, которую в той или иной интерпретации используют во многих системах управления умным домом. Триггером для такой автоматизации будет служить изменение статуса датчика движения. В этом примере я использую одну автоматизацию и для включения и для выключения, некоторые разделяют на две для обнаружения и отсутствия движения. В разделе действий используется селектор условий. Первым условием служит сочетание двух состояний. Датчик обнаруживает движение при выключенном светильнике. Кстати часто в таких автоматизациях игнорируют состояние светильника, но он может быть включен например снаружи комнаты, вне зоны датчика движения и смысла снова его включать нет. Если эти два условия выполняются, тогда срабатывает сервис включение светильника с передачей ему параметров цветовой температуры и яркости. Аналогично для второго условия, тут обратное сочетание переход датчика движения в состояние выключено при включенном светильнике. Тут логика такая же, если светильник отключили вручную, то нет необходимости выключать его снова. При выполнении этих двух условий, сервис отправляет светильнику команду на отключение. Тут напомню про один из своих блогов, посвященный контролю включения светильников после сбоя электричества электропитания, ссылку вы найдете в описании. Если ваш светильник склонен к самостоятельному включению, то можно в этом разделе добавить понижение яркости. Вот как это работает. При обнаружении движений, автоматизация включает светильник с заданными в сервисе параметрами. Если движения нет, то по истечении интервала обнаружения датчик выключается и вместе с ним отключается и светильник. Подводный камень заключается в том, что если светильник будет включен без изменения состояния датчика движения, например снаружи комнаты, через интерфейс или еще как-то. Эта автоматизация не сработает, так как датчик не будет менять свой статус, он как был выключен, так и остался. Обойти эту проблему не сложно, нужно создать контрольный бинарный сенсор на базе платформы template. Он будет включаться при соблюдении двух условий это отсутствие движения на датчике и включенный светильник. То есть та ситуация, когда его нужно отключать. Специально обращаю ваше внимание на оператор end логическое и, то есть необходимо чтобы соблюдались оба условия. Еще один момент, это задержка включения сенсора, в данном примере 5 секунд. То есть от момента, когда условие необходимое для его включения выполнится, до фактического перехода в статус включено, должно пройти 5 секунд. Иначе вы просто не сможете включить в комнате свет если там нет движения, он сразу же выключится. Напомню, что после его создания, необходимо в разделе конфигурации перегрузить объекты шаблонов, если такого пункта у вас еще нет, так бывает если у вас еще нет таких объектов, тогда нужно перегрузить Home Assistant. Теперь рассмотрим автоматизацию для работы с таким сенсором, она будет очень похожа на предыдущую. В триггер к датчику движения добавим еще отслеживание статуса созданного нами шаблонного сенсора. Первая часть селектора условий точно такая же как уже в рассмотренной автоматизации, логику тут менять не нужно. А вот во второй части условием будет включение созданного нами сенсора, это значит что в течении 5 секунд отключен датчик движения и при этом светильник включен. В таком случае отключаем светильник. Еще раз напомню про дополнительное условие снижения яркости, которое поможет смягчить эффект случайно включенного светильника. Когда датчик обнаруживает движение свет включается. Тут логика не изменилась, так и должно быть. После того как датчик движения отключится, если в течении 5 секунд он не включился обратно, тогда сработает созданный нами сенсор и отключит освещение. Эта логика сработает и в том случае если светильник включится без изменения статуса датчика движения. Через 5 секунд сработает отключение. Этот метод, кстати я его нигде не подсматривал, придумал сам, хотя уверен что я далеко не единственный кто до него додумался. Гарантирует вам отключение освещения, даже если в помещении не фиксировалось движение. Более того, если еще раз вспомнить о моем блоге про контроль включения светильника после восстановления питания. Этот сенсор тоже решает эту задачу, только отключение происходит не сразу, а через заданный в коде сенсора интервал. Для нежилых комнат и помещений, где включившийся среди ночи свет никого не разбудит, рассмотренный в этом видео сенсор полностью подойдет. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграмм канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки, на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok